Титикакский свистун Как видно из названия, обитает эта лягушка в прибрежных водах озера Титикака на границе Боливии и Перу на высоте 3800 метров. Титикакский свистун – самая крупная из полностью водных лягушек. Длина ее тела без лап достигает 15 сантиметров, а масса – 250 грамм. Морда этой лягушки закругленная, глаза небольшие, чуть выступающие над спиной частью. Пальцы на передних лапах прямые, на задних искривлены. Кожа гладкая, с большим количеством складок, из-за чего и появилось неофициальное прозвище – лягушка-мошонка. Цвет кожи на спине темно-зеленый, оливковый или количневый, изредка с белесыми пятнами. На брюхе серый или кремовый. Это лягушка больших размеров, но в ней это не самое интересное. Аверс монеты. На нем отчеканен герб страны-эмитента, республики Перу, а также год эмиссии. Легкие этой лягушки сильно редуцированы, примерно в три раза меньше, чем должны быть. А основное дыхание происходит через кожу, которая пронизана мельчайшими капиллярами. То, что она складчатая, только увеличивает ее площадь, что также способствует дыханию. Кроме того, у титикакского свистуна самое большое количество итероцитов среди амфибий. И они также самые мелкие во всем классе амфибий. Еще в его эритроцитах содержится большое, относительно других лягушек, конечно, количество гемоглобина. Кроме этих, анатомо-физиологических приспособлений существуют и поведенческие. Так, когда в воде кислорода становится меньше, титикакский свистун опускается на дно и вытягивается во всю длину. Время от времени поднимаясь и опускаясь в толще воды, что способствует ее току, а значит и улучшению дыхания через кожу. Эта лягушка находится на грани исчезновения, что связано в основном с антропогенным фактором воздействия, особенно загрязнением озера. В Перу и Боливии проводится просветительская работа среди населения, а также попытки выращивания титикакского свистуна в неволе. Впервые потомство в искусственных условиях было получено в 2010 году у лягушек, изъятых с черных рынков Перу и Боливии. А в Северной Америке в 2015 году потомство получили в Денверском зоопарке, где уже в течение 7 лет действовала программа по выращиванию этих лягушек. На реверсе монеты изображение титикакского свистуна. Также указан номинал монеты и символ серии, калибри в концентрических кругах. Характеристика монеты. Номинал 1 новая соль. Страна эмитент. Перу. Материал медно-никелевый сплав. Диаметр 25,5 мм. Вес 7,32 г. Гурт рубчатый. Тираж 10 млн.